Губернатор Олег Ковалев на заседании правительства, которое состоялось 12 августа, потребовал обеспечить качественное проведение дорожных работ на улице Циолковского в кратчайшие сроки. Реконструкция улицы началась еще в конце весны и по сей день, кроме дырок в асфальте, ничего особо нового здесь не появилось. Как делалось через коленку, так и делается. Я проезжаю, по-моему, в пятницу мы проезжали по ней. Ни одного рабочего я там не увидел. Всю дорогу развалили, бордюров набросали по всей улице и ничего не делается. Это что такое? Улица Циолковского – одна из самых оживленных в Рязани. Плотный поток транспорта утюжит и крошит и без того поврежденный асфальт. Также немаловажным вопросом стало обеспечение комфортного и безопасного пересечения дороги пешеходами. Там надо соблюсти переходы пешеходные, там надо сделать переезды, чтобы колясочники могли двигаться и так далее. Налепили бордюры, которые стоят на 10 сантиметров, на 15 выше газона. Тротуары не обордюрены в результате с этого газона. Куда вода пойдет? Ну вот кто-то может догадаться с трех раз. Наверное, все догадаются. Куда? На тротуар пойдет вода. Губернатор на заседании правительства региона был крайне возмущен халатностью дорожников в столь масштабной и ответственной работе. Я говорил, давайте покрытие просто сделаем на улице Циолковского. Ничего поживет, подержится, будет бедненько, но чистенько. Нет, давайте мы ее реконструируем. Ну давайте. Давайте. Уговорили. До конца недели исправить. Не то, что дополнительных денег город не получит. Эти деньги изымут. Так что в ближайшее время Рязань будет ждать результатов. Может быть, еще до зимы нам удастся покататься на улице Циолковского по новому асфальту. Здесь уже все зависит от того, насколько действенным окажется справедливый губернаторский окрик для горе-мастеров дорожного дела.